Продолжение следует... Он варьируется из состояния спортсмена на сегодняшний день, поэтому можно запланировать и расписать план хоть на год, но если у тебя сегодня что-то болит, а завтра нет настроения, а послезавтра у тебя поездка на уикенд, то надо исходить из этого. В каком состоянии будут мышцы, как они будут реагировать на нагрузку, если ты прошелся там 3 часа, ты получишься. Но когда выходишь в подготовке на пик, то это достаточно большая, процентовка большая. Но стопроцентное не бывает в интернете? Нет, в выборочных упражнениях бывает, конечно. Выбывает в отдельных упражнениях? Конечно. Хорошо. Даже сегодня, да, ребят, например, выступали, они выступали, ну, сто процентов, я так предполагаю, все, во всех упражнениях. Ну, в конце года, по-моему, в ноябре, да, чемпионат в США будет, чемпионат мира, и что? Да, да. А вот за какой промежуток тренер скажет, все, мы прекращаем там очень такие интенсивные тренировки, а когда будут, так сказать, не такие интенсивные? Я не говорю там совсем, но приблизительно. Приблизительно на неделю за две. Неделю за две, да? Будет такой небольшой, разбудочный две недели. Да, почти так. Почти так. А когда у Надежды отпуск? Есть отпуск? Спасибо. Ну, отпуск и не работают. Сразу? Можно разгулять, да? Сразу. Хорошо. Отпуск, куда ехать? Ой, я еще не думала об этом. Дайте, дайте, да, чемпионат мира. Но после прошлого, прошлогоднего чемпионата мира в Алмате, куда ездили? Таиланд. Таиланд, да? Каждый раз варьируются места отпуска или нет? Или желательно в одно место? Нет, нет. Я люблю разнообразие. Да? Разнообразие стран, мест. Да. Потому что нравится мне смотреть так же достопримечательности, узнавать культуру всех или иных стран. Поэтому я за разнообразие. Шанс, что увидеть город, даже какой-то известный для туристов, во время соревнований, он ничтожен. Да, все верно. И интересно, вот какие города все-таки захотелось все-таки посмотреть? Приехали на соревнования, раз так вот все мгновенно, раз-раз-раз, но вот захотелось вернуться как турист. Из каких городов были? Ну, у нас как-то были средования в Испании, на Канарские острова. Канарские острова, да. Мне бы хотелось, наверное, в Барселону посмотреть. В Барселону, еще раз в Париже. Ну, это вроде не Канарские острова. Барселона. Барселона. Просто захотелось... Да, Испания. Испанские, то есть Испания, Барселона, Канарские острова и Париж. Вот это хочется вернуться. Мне интересно посмотреть. Ну, вот скажем, на сегодняшний день, да. Ну, США также хочется посмотреть. Украина была, я думаю, что чемпионат мира у нас будет. Хотя бы чуть-чуть посмотреть. Посмотреть кто-нибудь. Хорошо. Спортсмены в любых весовых категориях, в своеме самый тяжелый, вот, все равно приходится чуть-чуть скидывать вес, и чего-то там, всех весовых категорий. Даже иногда в самый тяжелый, там, соперник, там, у него, там, лучше чуть-чуть ниже весить. Отлично, вы знаете. А вот вы сгоняли вес, какой рекордный вес сгоняли? Сколько, с какого до какого? За всю свою карьеру? Ну, вот был случай, надо было бамс, и вот резко сбросить. Нет, ну, я, во-первых, все планируется. Планируется подготовка, планируется рисовая категория. Я понимаю, да, ну, хорошо, вот что-то не то, надо чуть-чуть дрезго. Нет, ну, такого не было. У меня обычно проблема набрать вес. Набрать вес? Да, то есть, в мае 75 килограмм, да, потому что, видимо, по природе должно весить меньше, там, 70, поэтому я постоянно набираю. Если когда-то я гоняла, ну, это было пару килограмм. Пару килограмм. А сколько времени надо, чтобы поднять вес? Поднять свободно? Ну, да, вот увеличить вес, сколько надо времени. И что надо, вот что, Надежда, начинает, какая диета для этого, чтобы вес увеличить? Углеводная, там совокупности, питание, тренировки, режим, углеводная, естественно, диета. Макароны, макароны? Да, 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 протеин также. А макароны как, они какие-то специфические, специальные или какие-то, или просто можно в магазин прийти в любой этап и взять и съесть эти? Ну, если... Мои предпочтения, я люблю пасту. Я люблю итальянскую кухню. И итальянскую кухню, да? То есть, как только в Италии соревнования, так сразу... Не было в Италии соревнований. Не было? И вот в Италии еще хочу. А, вот, понятно, понятно, понятно. Хорошо, а вот как часто удается взять и одеть не спортивную форму, а там блузку, даже джинсы еще на каблуке? И вообще, что, какие есть спортивные формы? Есть ли на каблуках на очень высоких туфлях? Есть ли туфли на очень высоких каблуках? Да. У меня? Да. У меня есть. Даже стоять невозможно. Да? Я не знаю, зачем я их купила. Да? Я не знаю, зачем я их купила. Как? Просто мне очень понравились. Ага. И что, ни разу не одевали? Одевала. Ну, почему? Один раз. Ну, ходили с трудом. Пару раз я, пару раз этим. А какие это были мероприятия? То есть, кто это было? Ну, какая-то вечеринка, что-то вот в этом роде. Ясно. Как часто удается? Ну, в последнее время часто, потому что у меня сейчас началась подготовка интенсивная. А так, в принципе, я думаю, что дома я хожу достаточно старательные публики, одеваться по женке, но дало спортивные костюмы, надоели кроссовки. А дома вообще как бы без спортивного костюма, да? У меня дома есть спортивные костюмы в гардеробе, но они очень далеко. Да? Очень далеко. Только на сборах? А на сборах все-таки удается так одеть, что-нибудь там, джинсы, еще что-то хотя бы? Ну, куда на сборах? Не ела! Ну, там некуда. Некуда? Ну, ты видишь тренировочный каун. А в столовую? В столовую? Зачем? Зачем? Понятно. Ну, хорошо. А вот такой провокационный вопрос. Сватов никто не посылал? Кого-то? И что? К вам сватов никто не посылал? То есть каких-то людей, которые... Да, вот надо там... Мы хотим познакомить. Я не помню. Да? Нет, не помню. Вы же сами все подходят. Сами подходят? То есть не нужны сваты? Нет. Нет. Все нормально. Какая реакция у человека, когда он приходит, например, мужчина познакомится с очаровательной девушкой, а девушка ему говорит, вот, ты знаешь, вот так и так, я вот там отчасти занимаюсь тяжелой атлетикой, там, я вижу штанга, там у меня весит, там, ну, там, энное количество килограмм. Какая обычная реакция у человека бывает? Ну, очень идет о том, что я в последнее время знакомлюсь только с ребятами, связанными со спортом, для них это не удивление. Ага. Может быть, есть ребята, друзья, там, кто-то там, знакомые, и девчонки, и мальчишки, которые уже привыкли, правда. Они, ну, окей, там, знаете, там, ты весишь плюс 5 килограмм, мы что-то не замечаем этого. Да. В принципе. Я говорю, ну, это действительно незаметно, как это незаметно? А так как ребята все из спорта, мы все понимаем, кто и что, и как. Нормально к этому относимся, это наша работа. Надежда, как вы относитесь вообще к музыке? Вот у вас есть свободное время, как вы его будете проводить? В театр пойдете, в кино, или забить за все, и будете играть на компьютере? Было бы у меня свободное время, я бы, верно, пошел бы в театр. В театр, да? Да. Тут искала, недалеко от сбора, какие-то функции по фортепиано, не нашла нищих учителей, тут что-то у меня вздохнуло. А что прям хочется играть на компьютере? Ну, да, какая-то мне идея экспрошла, что хочу. Да. А музыке какие предпочтения? Музыка. Ну, ходите с наушниками там во время тренировки? Нет, 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 нет. Как-то. За рулем я слушаю музыку, да. Ну, вот так, чтобы... А я люблю музыку. Ну, я стараюсь уделять. Тренировку не путать с музыкой. На тренировке есть музыка. Да. Есть. Ну, она, ну, это радио. Ну, да, что-то там. Мотивационные ее, бейсинки там. А что мотивирует? Например, сборную команду России по хоккею с мячом «Тяжелый рок». Они на все матчи выходят под CDG. Вот. У нас тоже любят, гореляры такое. Мне тоже, в принципе, нравится. Ага. То есть нормально. Да. А на какие-нибудь концерты ходите музыкальные или нет? Да. Да, они были в январе после раз. Да. У меня была «Белуточка». Да. Там после Нового года я решила пойти на ночных «Снайперов» в Москве. Ага. А вот, к сожалению, были у меня вот сборы. У меня в мой день рождения, 27 мая, выступала в «Корпионс» в Москве. Они не пригласили случайно. Нет, нет, нет. Я хотела пойти на этот концерт, но, к сожалению, у меня была тренировка в этот день. Тренер бы меня не отпустил. Никогда в жизни. Да. Так хотелось. Ну, ладно. Большое спасибо. Вам спасибо.